Привет всем! Сейчас мы находимся с Ирой в самом центре Банска, в старом городе, за церковью. И мы здесь как бы не случайно. Немногие, наверное, знают, хотя кто-то знает, безусловно, но на самом деле получается, что немногие знают, что Банска в каком-то там, вот не так давно, буквально, может быть, 2011 год, ну, надо перепроверить, снимался очень известный голливудский фильм с супер известными голливудскими актерами. Фильм «Неудержимые 2». И, соответственно, в Банска приехала большая съемочная группа из Голливуда, в составе которой были такие известные личности, как Сильвестер Салоне, Джейсон Сетхем, Дольф Лунгрен и вот этот актер чернокожий, который нам очень нравится, которого мы знаем по сериалу «Все ненавидят Криса». Очень прикольный сериал. И он тоже попал в команду «Неудержимых», ну и там еще другие, наверное, менее известные актеры. Это деревня, о которой говорил Блокер. Я бы хотел тут пожить на пенсии. Чистый воздух, никакого стресса, простить детей. Тебе тоже стоило бы пожить здесь. Вот, и, соответственно, мы когда узнали с Ринкой, что фильм «Неудержимые 2» в Банско снимался, мы его тут же посмотрели, хотя фильм сам так себе, скажем. Но фильм мы тут же посмотрели, и было так приятно видеть эти улицы, родные уже Банско и окрестности знакомые. Вот, поэтому мы с Ринкой там пищали от восторга, что прикольно очень, потому что здесь все это происходило. Прямо на этих улицах, по которым мы каждый день ходим. Вот, и, насколько я знаю, съемки еще проводились также в селе Баня, ну и каких-то там, может быть, окрестностях. И, кстати, в аэропорту Пловдиво. Вот, аэропорт Пловдиво во время съемок, как нам рассказывали, весь разнесли, а потом выделили деньги на его восстановление. Пошли, пошли! У меня пусто! Понял! Вспомните, видео я выкладывал, где мы были в ресторане Умитко, в Тоди Вакышта. И вот Умитко нам кое-что рассказал о том, как проводились здесь съемки, о том, как он пил кофе с Дольфом Лунгреном. То есть актеры и съемочная группа в перерывах между съемками заходили к нему в ресторанчик, пили кофе, обедали, там, солянку русскую ели, просили русские всякие блюда. И вот он нам рассказывал, что Телевет Арталоны очень хороший человек, без понтов, без всяких, без заносчивости. А вот, например, Джейсон Стэдхам наоборот, очень заносчивый, зазнайка такой. Вот. Очень понравился им Дольф Лунгрен. Вообще, говорит, простой парень, прекрасный, вообще замечательный человек тоже. Его обожаю! Круто! Ой, как ты тут был, да? У меня вообще. Здесь прям кофе пил, да? Вот это да, вам повезло. Не, вот это... Ну, в общем, так интересно, в общем, как эти такие суперзвезды для очень многих людей, да, для нашего поколения и для более старшего поколения. Как они здесь в Бландске общались с простыми совершенно людьми. Вот. Кстати, что интересно, Сильвестр Арталона приезжал со своей мамой. Как нам вот уже местные жители рассказали, кто знает, его мама везде с ним ездит со Арталона, как бы за его счет. вот такая, в общем, маманя привязалась к своему звездному сыну. Нет, потому что, когда они снимают кино, они же не позволяют снимать. Ну да, да. Вот это интересно. Эти истории. А я такой пошел, я же болгарин, изобретательный как-то. Сну повесил камеру, включил на видео и все. И тут выходит какая-то дура и говорит, ты что, куда ты из этой камеры? Я говорю, где? У себя дома, да? Ты англичане сказали, что это мама? Нет, нет, нет. До этого было. А зачем он возит с собой маму? Она хочет новые места? Он ее не возит. Она с ним ездит. А она с ним ездит. Понятно. Да, да. Есть такой фильм, знаете? И, короче, я сюда. Остановились, мама будет стрелять. Да, да, да. Значит, Стэтхем был, Брюса улицы не было. А я видел фотографию. Стэтхем был. Брус. А такой большой, чернокожий, накачанный тоже был? Да, он был. Тоже у меня. Классный. Я забыл, как его фамилия. Блин, все время забывай. Он такой крутой такой. Чак Норис... Нет, Чак Норис не приезжал. А он в другой сцене. Это Дознайка такой. Это кто-то? Стэтхем? Джейсон, да. Дознайка? Вот поразит. Да, да, да. Он как в мире болезненный. Он только на Мерседесе парнированном. Да. Да, он пушком не ходил. О, спасибо. А Док пришел, говорит, «Привет, у тебя Купи есть?» Я говорю, «Есть». Я говорю, «Есть». Короче, я говорю, сам пью, значит. «Давай мне, у меня только пять минут». Сделаешь с ней? А у меня там еще официант был? Он говорит, «Че-че-че-че». «Че-че-че-че». Я говорю, «Да, я знаю, кто это такой». И мои друзья англичане сидели, «Митка, он что-то знает, что ли?» Я говорю, «Не видишь, что ли?» Да, давно знакомы, да, старый друг. Не, ну, англичане тебе сказали насчет мамы-то. Насчет мамы, да. Ты не знал, что это она. Не, я не знал. Они, интересно, откуда знают, да? Это такая… Это такая… Она даже в кино такая, чтобы снимать, которая… Да. Да там вся силиконовая. Понятно. Вся силиконовая. Не, она… Просто, когда ты приезжай в чужую страну, мне надо так выпендриваться. Не, мне говорят, «Че ты меня снимаешь?» Я говорю, «Че ты мультфильм снимаешь, что ли?» Да, да, отчисление. Он кричал из видео так, «Митту!» Джимми, Джимми! Я говорю, «Ты у меня спросила разрешение». Не, они должны были вашу вывеску снять крупным планом, тогда ладно. А по фильму… По фильму сцены, вот, которые снимались в Банске и в окрестностях, там дело происходит… Я не вот не помню, в какой стране, а надо пересмотреть фильм то ли в Албании, то ли в Румынии, то ли в Молдавии, то ли еще где-то вообще. Ну, в общем, какая-то страна такая непонятная. В общем, мне кажется, для американцев это примерно все вообще одно и то же такое. «Все выходим!» «Они на милю промахиваются!» «Опустить оружие!» «Да вот еще!» «О, можно хоть передулом у них встать!» «Вот здесь снималась прямо эта сцена, где женщины и обстреливали грузовик, собственно, этих неудержимых, вот прямо вот тут. Вот эта площадочка, вот эта улица. Соответственно, они тут, понятно, немножко поменяли вид. Вот эта дверь, вот эта ворота с этим… Видите, даже бантик, как в фильме был бантик, так он на самом деле и висит. То есть почти ничего, на самом деле, не убрали, не зачистили компьютерной графикой и там… эти потом режиссеры фильма. Вот, то есть вот оно, самое место находится. Оно, получается, нужно от центральной площади за церковь пройти немножко. Вот по этим уличкам все и снималось. По этим улицам, по этим улицам, на этой площадочке такой. И, может быть, даже в этом дворике что-то снимались какие-то сцены. Ну, в общем, во дворике одного из этих домов. То есть старый город, старый центр Банска. Честно говоря, мы не сразу с церкой нашли, но минут десять потратили на поиски этого места. Потому что тут, конечно, эти старые дома, они один на другой похожи. В общем, это очень интересно, да, что в Банска, в таком маленьком городе, снимался фильм с такими известными персонажами, известными актерами. Я считаю, этим кафешкам нужно вообще мемориальную доску повесить. В нашем кафе снимался фильм «Неудержимые». И все это, кстати, находится рядом с рестораном «Метко», действительно, с «Тоди Вакиштой». Поэтому они вот у него кофеёк попивали в перерывах между сценами и дублями. Возможно, и вот эта улица была задействована в кино в каких-то кадрах. Единственное, мы пока не нашли церковь. Церковь, в которой происходит действие, там одна большая сцена, двор церкви и сама церковь. Потому что, мы так понимаем, это всё-таки не та церковь Святой Троицы, центральная Банска, а какая-то другая. Может быть, в село Баня съёмки проводились в церкви. Властью данной мне я объявляю вас жертвой ножом. Поцелуйтесь. И как нам рассказывали, что церковь эта, в ней была отснята сцена, и после этого, как была выделена вроде как деньги на её реставрацию. Вот, то есть, церковь после съёмки отреставрировали. Может быть, так и есть. И уже прошёл фильм, да? А они всё ездят на этом грузовике, вот с этими номерами. А там, да, выдумали какие-то... А, там как... А по фильму, по-моему, вообще там... По-моему, Румыния или... И вот они с этими номерами... Я не помню. На втором, Албании. Албании, да? А, и ещё интересно, что на съёмке фильма, естественно, проводился здесь кастинг среди местных жителей для вот массовки, для ролей второго плана. И такой серьёзный кастинг затеяли, подбирали людей по типажам. И вот даже Митко приглашали, он отказался. Вот, и, соответственно, потом, когда уже фильм показывали, этот весь Банско на центральной площади, весь город его смотрел. И... Когда показали кого-то из знакомых персонажей, из жителей города в этом фильме, весь город аплодировал. То есть здесь такие уже, как типа, кинозвёзды местные, среди бабушек и дедушек местных появились, которых все знают, что они снимались в фильме «Неудержимые». И им даже за это, кстати, платили. А ещё у вас, говорят, какие-то как среди местных жителей уже звёзды есть, которые снимались. Не покажу. Начина ещё стоит. Там же какой-то женщин брали, да? Бабушка какая-то ваша, говорят, когда... И потом этот фильм показывали на центральной площади, да? И типа, все там хлопали ей. Да, да. Самый прикол, я пошёл, когда в кастинг, так называемый. Да, как-то серьёзно всё было, да? В центре, да. А я пошёл там снимать. Но они набирались статистов. Я пошёл с камеры снимать всё это дело. И тут выскакивает какая-то девочка, мы вас берём. Я говорю, что? Куда? Я не понял. Ну да? Да, да. Ну да, ты не берёшься. В Шахте они там были, там мужчины, по-моему? Да, да. В статистах я говорю, вообще была девочка, я вообще... Не да, не да. У меня есть слишком большой гонорар. И этот же Митко с Надей, да, с Надей, рассказывали нам, что здесь вот буквально на днях, ну уже две недели назад или три недели назад снимался ещё какой-то фильм тоже, съёмочная группа приехала из Голливуда. Какой-то боевик, да, снимали. И вот во съёмках этого нового какого-то фильма здесь принимал участие какой-то очень известный тоже голливудский актёр. Но они нам фотографии его показывали. Вот лицо очень знакомое, а кто вот имя и фамилия мы не признали, не вспомнили. Ну, в общем, очень известный в своё время был актёр, тоже в каких-то сериалах снимался голливудских. Вот. И, соответственно, скоро выйдет какой-то ещё новый фильм с Банска в Голливуде. Ну, главная роль. Да. Ну что ж, в общем, рассказал я вам немножко про эпизод из новой биографии Банска, из кинобиографии. Поэтому посмотрите обязательно этот фильм, если вы любите Банска, если вы тут бывали или собираетесь побывать. Посмотрите фильм «Неудержимые 2», даже если вы не любите фильмы такого плана. Но вам очень приятно будет увидеть в кадрах эти любимые места, столь знакомые и приятные. Подарок от души. Это этажерка – место в музее. Ха-ха. Как и нам. Эй, было весело. Да, очень. Береги себя. Пока.